Живает военную машину России и одновременно пытается сохранить отношения с европейскими союзниками. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он считает, что КНР просто старается избежать санкций и сохранить торговлю, и Запад не должен с этим мириться. Это не может работать в долгосрочной перспективе. Наблюдается явное увеличение продаж деталей машин, микроэлектроники и других технологий, которые Москва использует для производства ракет, танков и самолетов, для использования против Украины. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, в интервью BBC News. По словам Столтенберга, если Китай не изменит свою позицию, то ему придется заплатить за поддержку Москвы. Речь идет об экономических санкциях. Отметим, что Пекин уже находится под некоторыми ограничениями за поддержку России. Как раз как следствие, одно из следствий заседания G7, было введение новых санкций против малых банков Китая. И это такое своего рода, извините за тавтологию, китайское предупреждение. Что если Китай, так как и раньше, продолжит активно помогать Российской Федерации в войне против Украины, тогда санкции уже коснутся более серьезных кластеров экономики. Москва становится все более зависимой от китайской стороны. Так Россия, Китай и Северная Корея готовятся начать переговоры о свободном проходе китайских кораблей, повпадающей в Японское море приграничной реке Туманное, сообщает Ники Эйджа. Китайские власти годами добивались от Москвы разрешения на проход кораблей по реке, но встречали сопротивление. Теперь же, когда Китай стал крупнейшим торговым партнером России, а зависимость Кремля и поставок нефти в Китай и закупок технологий стала критической, вопрос двинулся с мертвой точки. Конечно, Китаю вся эта история чрезвычайно выгодна. И вот такие вассальные отношения уже говорят о том, что Китай будет без лишнего стеснения и далее продолжать вытягивать с России все, что им необходимо. И вот проход по реке в Японское море – это очень яркий тому пример. На заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Китай подпитывает войну России против Украины, официальный Пекин отреагировал довольно резко. В Министерстве иностранных дел страны призвали Альянс не подливать масло в огонь. Мы советуем НАТО прекратить перекладывать вину и сеять раздор. Не подливать масло в огонь и не разжигать конфронтацию, а сделать что-то практичное для политического урегулирования кризиса. Лин Цзянь, спикер Министерства иностранных дел Китая, сообщает The Guardian. Напомним, лидеры государств Большой Семерки заявили, что продолжат принимать меры против финансовых учреждений и других субъектов Китая, которые способствуют России в приобретении товаров для ее оборонно-промышленной отрасли. Также страны G7 пригрозили суровыми штрафами тем субъектам, которые помогают России обходить их санкции. Кроме того, ранее Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более чем 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.